пах здравствуйте вы уважаемые любители ледка беда спорта начинаем красивый безмонтажный ролик 10 минут в умирающей волне почему волна умирающая а я вам сейчас покажу почему она умирающая дело в том что надо посмотреть что понять почему волна умирающая на ветер ветер вот и он сейчас 12 км в час понимаете что при 12 км в час волну не бывает и вы будете абсолютно правы но внизу дует 45 километров в час мы взлетали на взлете было полный гигей так вот ветер сильный внизу запускает волну но она бьет не на большую высоту и постоянно загибается извивается вот сейчас вы все увидите как она делает видите у него верхушка загнута помните как волнах которые вы видите в этом самом как его зовут в море вот вам в нем тот море тоже так все загибается идет волна идет потом выходит на мелководье потом верхушка волны начинает обкипать вот и падает вперед бах 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 вот ротер на облако классического виде видеть как она клубится или растает то есть волна постоянно выплевывает это ротор на облако вот это облако справа уже старое его сейчас будет она растает а вот это под нами молодое мы сейчас еще раз к нему полетим пока к старому еще следает она очень быстро распадется ну что облака образуются и по мере опускания воздуха происходит процесс нагревания воздуха и в результате облака так сказать шпунь летает м так сейчас один глазком солнце показал так конечно залетать нельзя в облака заблудишься и там острые скалы везде но мы-то знаем что между скалами облаками есть некоторое расстояние вот потому что хоть это атмосферная турбулентность друзья если думать что летать так просто вы глубоко ведь ошибаетесь не очень вот облака которая вторична выплюнула она вращается загибается облака которая старая ведь и загнулся верхушка опрокинулась опять загорелись тень нашего планера я больше люблю гонять тень планера так сказать вам видите какие-то даже как воздух опускается вот в этой зоне нам туда не надо там нужно куда воздух поднимается вы спросите оков как пепестрель живет пусть и пепестрель живет просто огонь то есть я по моему это лучший планер которым я владел свою жизнь это как это называется от любви это и геновисти один шаг ведь не будем мы его делать этот шаг прекрасен он тем что его можно заряжать еще строю зарядную станцию которая заряжает его от солнечного света вообще не надо будет электроэнергию покупать и второе что сейчас попадем на энергии ветра бесконечная экология батарейку починили я так понимаю что было ряд технических проблем и не знаю то ли она сама восстановилась то ли она сама взбодрилась то ли решила что столько есть не имел так сказать разнообразных взаимоотношений в разных позах что пора бы мне так сказать подарить счастья полета и радости без отсутствия необходимости учиться с батарейками так вот батарейка заряжается на сто процентов даже с бонусом я взлетаю на 200 метров она еще показывает сто процентов и заряжается быстро красиво без всяких проблем вот и позволяет так вот взлетит с утра мы потратили всего лишь это с процентом взлет для того чтобы взлететь потом я еще расход был батарейку на всякие эксперименты но в целом расход когда дует мистраль очень маленький 1 киловатт час электроэнергии ты в небе сколько у вас стоит 1 киловатт час можете посчитать у него ничего не стоит у меня дома солнечная электростанция которая вырабатывает электроэнергию и в общем можно сказать что я компенсирую сейчас затраты на зарядку и пистели понятно что не в деньгах дело но пустячок ведь а приятно согласитесь почему мы выше не лезем вот по той самой причине друзья что ветер стихает на этой высоте он есть а а ниже его нет и вот это все кипит это одно место буквально взять и сейчас забросили сейчас как жахтит как бабахнет нас это бы временно пошли вверх выше не получится хотя судите чуть чуть выше получается это знаете как вот волны в море кипятом вверх вниз вверх вниз тут же еще если процессы взаимопоглощения вон взаимного усиления как там забыл физику же знал на пятерку когда усиление это резонанс а еще есть интерференция до конвергенция ну короче ротор дивергенция умные слова я знаю вот показываю вам просто красоту у меня недавно юля летала девушка физик очень хорошо талантлива летала вы представляете настоящий физик который на ядерном реакторе у меня ядерном там это ускорителе в котором есть зона который есть как жила дьявола радиация эксперименты делает и одну заперли в этом реакторе ускорителя и вот она ускоряла все выходные что-то юля большой привет слева приезжали так еще да ну вот у нас ролик какой он там был 10 минут я хотел 6 минут что-то маловато маловато мы 6 минут но с другой стороны а чем еще хотите все что интересно было я вам уже рассказал все что интересно было я вам уже показал планы нашего там про следующую волну а потом брать еще следующего поле облаков идет до гренобля фактически почему они здесь ставят то потому что мы живем в раю у нас прованс я вот сюда приезжаю вот еду по облакам дождь идет ученики у меня тоже дождь идет я тут горит волков а когда нибудь дочь кончится говорить будет счастье будет потому что я живу в раю вот я всех приглашаю в гости в рай вот филиал это же не рай филиал рая на земле вот так можно это сформулировать этим опять путь на кончется утер покрытым а в таком многоствольный бах о ну вот разве подрать эти подарения не стоят пять часов тридцать минут взлететь кстати об лёте музея ли decided 5 часов 30 минут и для легального потому чтоrich da рассвета встретили рассвет в небе Друзья, сняли какие-то ролики по этому поводу. А потом вот, вот оно, вот-вот то, ради чего я вам снимал. Видите, верхушка волны загибается в обратную сторону. Она сейчас загибается и потом будет падать. Вот слева от нас воздух пойдет резко вниз. И вот в это главное не попасть. А вот так под козырьком волны можно, как серферы, помните, так серфят по волнам? Чпунь! Вот так и мы. Видите, вот оно, вот видно даже где загибается, где разгибается. Прям огонь сейчас, идеальная картина. Летать так во всех этих штуках научил меня Клаус. Он просто умничка. И он мне показал как раз как серфить по умирающей волне. Он рассказывал, почему возникает умирающая волна, почему она, так сказать, загибается, какие эффекты происходят. И дальше вот, пожалуйста, серфим сколько угодно. Опасно ли так серфить? Нет. Не опасно, потому что планер прекрасно управляется этими тремя пальчиками. И всегда можно отвернуть, если вам что-то не нравится. Зазор между, вот в данном месте, между горами и облаком есть. Даже мы, если нечаянно влетим в это облако, мы легко из него вылетим, потому что оно быстро заканчивается. Повторю, что вот место, где ротор выплевывает облака, видите, оно прям видно, как оно выплевывается и вращается в этом выплевывании. Вот это облако выплевывающее ротором. Его потом начнет потихонечку сдувать, и оно активно растет. Видите, было маленьким таким, пупочкой такой было. А сейчас уже кабаном становится таким. Мы сейчас делаем левый разворот, и вы увидите, как оно вырастет. А дальше облака, видите, дальше тают, и до самого горизонта, во всем Провансе светит солнце, растет виноград и, в общем, прочие радости жизни. Почему я сеплю? Потому что что-то я подпростыл. И вот сегодня больной, можно сказать, с трудом встал. Жена говорит, куда ты такой пойдешь? Я говорю, летать, милая. Она говорит, ну ты только аккуратней. А я же говорю, конечно, разве я шалун? Я так маленький шалунец. Как это сам себя не обманывай, да? Да, друзья, многие говорят, зачем, значит, что он не летается спокойно. Но как можно летать спокойно, когда так весело? Вот карту на вспомните, крайне положительный герой. Хотя, конечно, если я так подумаю, совсем не положительный, но веселый. Вот я совсем не положительный. Ну, наверное, по чуть-чуть веселый. Где вы еще такое увидите, да? Некоторые пилоты, более такие, скажем так, стабильные, они говорят, нет, вы нарушаете все роллы, которые только можно придумать. Вы не думаете, как вы летаете. Вы просто берете, летаете. Мне кажется, вот птицы летают, они тоже не думают. Они берут и летают. То есть высшее мастерство, когда ты, в принципе, планер является продолжением твоего тела, ты просто летишь. Не сказать, что не думая, потому что я, например, думаю на 5 секунд вперед. Вообще, хороший пилот думает, реально летит впереди себя. То есть, нужно лететь впереди планера. Вот тогда полеты будут безопасными. Вот, но для того, чтобы лететь впереди планера, надо иметь хороший опыт, так сказать, красиво пилотировать. И вот пилотировать нужно, не задумываясь. Вот вы меня ночью стукнете, да, по башке, я первое, что сделаю, вот так, пяу, ручку от себя и набор скорости. На всякий случай, потому что скорость – это жизнь. И никак по-другому. Скорость – это жизнь. И опыт, и от простого к сложному. То есть, нужно начинать из простых планиров нужно летать сначала аккуратненько с инструктором, потом по чуть-чуть одному, потом больше, больше, больше. И потом постепенно доходите до свободы летать вот так, как вам нравится. Так что, учитесь. И вообще, учиться нужно всю жизнь. Один из поводов летать на плаве, один из, точнее, плюсов полета на плаве, потому что не скучно. Многие спрашивают, как ты вот можешь 8 часов в день летать? Ну, я действительно сегодня в 5.30 взлетел и буду летать до вечера, там, часов до 8. Ну, не с одним учеником, с несколькими. Не скучно? То есть, каждый раз что-то новое, каждый раз вот такой эксперимент, смотришь на эти облака, делаешь какие-то выводы, они каждый день разные, такой нюанс, сякой нюанс. И все это идет в копилку опыта, и основные удовольствия начинаешь чувствовать, вот реально чувствовать, вот это вот потоки воздуха, планер становится продолжением тела, и вот это, конечно, высшее наслаждение, то есть вот большего счастья и пожелать нельзя. Для очкарика, который мечтал летать, ему говорили в дюсс-апе, что, ну, ты летать никогда не будешь, у тебя сердце не бьется, глаза не видят, и так далее. Вот, а я подумал и сказал, что я буду. Правильно. Чтоб ваши мечты сбывались, до новых встреч, уважаемые любители мертвых видов спорта, до новых позитивных роликов. Что, Пур, пойдем? Нет, я растекну.